Заместитель главы города-курорта Сергей Козлов поблагодарил всех за работу. Грамоты вручили тем, с кого можно брать пример и учиться, как воспитывать подрастающие поколения в духе патриотизма. Дома культуры молодежной, Дома культуры станицы Анапской, Молодежному центру РАДМИР, Общественной организации боевое братство, Совету ветеранов. Анатолий Максимович, хочу выразить особые слова благодарности. Дай Бог вам здоровья, низкий поклон вам лично и всей организации, которая вас благодарна. Спасибо. Мы забыли доктрину Натальиса, который до окончания войны сказал, вот закончится война, и мы возьмемся за этот непоколенный народ. Мы найдем среди них подонков, те, кто нам не поверит, польем грязью, будем поднимать пошляков, разрывать, то есть о чем он сейчас сказал, это доктрину Натальиса до окончания войны. Мы что-то забыли. Спасибо. Заслуженную награду получил заместитель атамана Анапского районного казачьего общества Анатолий Кислицкий. По итогам месячника анапские казаки заняли первое место в крае среди всех районных казачьих обществ. Все активно участвовали, поэтому у нас есть сегодня результат. Результат мы, я говорю еще раз, мы не работаем на какой-то результат отличный, там вот у нас такие-то, мы первое место заняли там-то, второе, третье, не имеет значения в лигерах. Место, не место определяет, самое главное, понятно, а качество нашей работы. И вот мы все вот здесь сидящие, никто не был равнодушным в этой работе, совместно работали для укрепления, прежде всего, наших, идеологий нашей, в душу несли, в нашу духовность, все, что хорошее, донесли до каждого нашего ребенка. Торжественная часть совещания по итогам месячника завершилась, а вот работа всех организаций, школ, вузов Анапы по патриотическому воспитанию молодежи будет продолжаться. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-регион.